Добрый день, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон для ваших вопросов 235-244. Сегодня наш гость Алексей Бугаков, руководитель Центра региональной политики и социальных инноваций. Хочу поговорить сегодня об агрессии. Социальной, бытовой, общественной, уголовной. Здравствуйте, Алексей. Для начала хочу предложить опрос нашим зрителям, нам с вами посмотреть на то, как ответят на него наши зрители. Вопрос такой, какие люди вокруг вас? И два-три варианта ответа. Больше агрессивные, больше добрые. И не знаю, если вы не задумывались об этом, пожалуйста, звоните. Вы видите номера телефонов, звонки бесплатные. Пудьте, пожалуйста, активнее. Алексей, ну вот я хотела начать, наверное, не с самых приятных моментов, которые нас в жизни сопровождают уже, наверное, каждый день. Если смотреть и новости, и сводки происшествий, тут и убийства, и по национальным мотивам, и просто по каким-то там бытовым. То есть получается, что есть рост агрессии, и кто-то на это должен обращать внимание? Ну, безусловно, в современном российском обществе, которое находится в стадии трансформации, формирования новых базовых системных ценностей, уровень агрессии сейчас довольно высок. Так, по данным социологам, ощущают на себе элементы агрессии в той или иной мере более 50%. Считают, что агрессия в настоящее время, в отличие от советского времени, 15-20 лет назад, уровень значительно вырос. И мы видим, в общем-то, эти проявления, негативные проявления, ведь потому что агрессия – это своеобразный индикатор социального развития общества. И вот сейчас этот индикатор говорит о том, что в обществе существует определенное напряжение, существует определенное недовольство. И, в общем-то, иногда это недовольство выплескивается в те проявления, которые мы с вами видим практически ежедневно в интернете. Это и вот недавний случай, когда просто автомобилисты на Ленинградском проспекте не поделили полосу движения. В общем-то, произошел смертельный случай, вышли ребята и битыми забили человека насмерть. Это случай в Ульяновске, когда 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, отбирая награды, подонки забили до смерти. То есть, действительно, вот эти элементы таких вот резонансных преступлений, они, в общем-то, заставляют нас задуматься, а в чем основная причина агрессии? Действительно ли мы стали за последнее время более нетерпимыми, более злыми и, наверное, более неспособными сопереживать? Вот этот вопрос, который сейчас действительно интересует социологов, он интересует политологов, потому что вот двоякая ситуация. С одной стороны, все опросы показывают, что у нас граждане все в большей степени становятся склонны к какому-то милосердию, пожертвованиям в те или иные благотворительные фонды, помощи нуждающимся. С другой стороны, и уровень, скажем так, вот этой вот социальной агрессии, латентной, скрытой агрессии, тоже довольно велика. А латентная агрессия, она ведь этим и опасна, что ты не знаешь, где прорвет, потому что где, в общем-то, человек решит выплеснуть все то, что у него накопилось, и, в общем-то, в деструктивное ли это пойдет русло, либо вот агрессия иногда все-таки, поскольку это составляющая психологии человека, это и конструктивно, тогда, когда защищает, соответственно, обиженного, слабого. Это ведь тоже как бы элемент агрессии, но это конструктивная агрессия, потому что нельзя ее рассматривать только с точки зрения негатива определенного. Все зависит от того, в каких ситуациях, насколько адекватно человек, соответственно, принимая те или иные решения, насколько адекватно его поведение. А, насколько она соответствует уровню нападения, да, наверное? Ну, конечно, да, безусловно. А вообще, есть ли, может быть, исследование, почему вот и какой больше агрессии, наверное, сегодня бытовой или политической, или вот той, которая, ну, вот на улице, это все-таки, наверное, больше такая социально-общественная какая-то тема волнует? Ну, вот если мы как бы не будем брать определенные резонансные вот такие вот преступления, в общем-то, социологи отмечают рост нетерпимости в обществе, рост агрессивности в обществе. И при этом, при всем, если мы посмотрим, кто в наибольшей степени сталкивается с агрессией, то это социально незащищенные группы, это наши пенсионеры, потому что опросы показывают, что после 60 лет в наибольшей степени люди сталкиваются с вот этими проявлениями. Кто наиболее агрессивен? Ну, здесь, наверное, знаете, возрастные страты, в общем-то, по-разному. Все зависит от того, где человека прорвет. Но молодежи, к сожалению, величайшему, все больше и больше попадают в эти сводки агрессивного поведения, деструктивного поведения. И вот это говорит нам прежде всего о том, что работа с молодежью в каком-то периоде времени, в 90-е годы, 2000-е, она была упущена, потому что если в советское время была идеология, были определенные ценности, то сейчас, в общем-то, этот духовный вакуум заполнила та мешанина, та бижутерия, которая характеризует всегда общество потребления, обладание чем-либо. То есть у нас вместо того, чтобы создавать семьи, чтобы, в общем-то, помогать, соответственно, уважать стариков, у нас ценностями становится обладание какими-либо предметами, симуляторами, как говорил Жан Бодрияр. И общество потребления, к сожалению, оно не предусматривает, скажем, проявление каких-то благотворительных направлений, добровольческих. Оно, в общем-то, стимулирует только человека к зарабатыванию все большего количества денежных средств, которые позволяют ему в той или иной мере удовлетворять те или иные потребности. И вот если мы возьмем какие-то ценности сейчас для молодежи наиболее интересные, вот вы знаете, последние опросы показывают, что вот обладание властью, финансами, вот они входят в тройку. То есть, но семья тоже еще есть в этой тройке, это тоже, в общем-то, нас отчасти радует. И, конечно, то, что вот в 90-е годы у нас с вами вот этот вот вакуум духовный был заполнен тем, чем он был заполнен, это все проявление, с которым мы сталкиваемся сейчас, потому что вот, если взять средний возраст наиболее агрессивной части молодежи, это как раз те люди, которые родились в 90-е и 2000-е, это когда у нас рухнули семейные ценности, и, соответственно, у нас начали формироваться эти псевдоценности обладания, которые, по сути, являются, на мой взгляд, довольно деструктивными, потому что они, в общем-то, приводят к тому, что люди становятся все более социально... Знаете, доминирует концепция социального дарвинизма, то есть дарвинизма. А, выживает сильнейший? Да, выживает сильнейший, соответственно, выживает наиболее успешный. Ведь на самом деле, вот смотрите, как бы вот у нас сейчас чуть ли не ценностью, говорят, жизненный успех, карьера. Я говорю, а, наверное, профессионализм, наверное, работа качественная. Вот, понимаете, вот идет подмена, подмена каких-то вот ценностей. То есть, и это не может не сказываться и на уровне агрессии, потому что есть, конечно, безусловно, ребята, которые... То есть, мы возьмем молодежную, да, то есть, группу, у которых есть там летние родители, там еще что-то. То есть, соответственно, у них как бы гораздо проще достичь каких-то высот и финансовых, и управленческих, и карьерных. А есть ребята, которые также талантливы, но не имеют вот этого, скажем так, определенного люфта, не имеют вот той поддержки. И в результате, что они вроде как и работают, вроде и как и стараются, но отсутствие вот этих социальных лифтов не позволяет им, скажем так, активно участвовать в преобразованиях. То есть, они видят, что не совсем справедливое, соответственно, распределение ресурсов, не совсем честно подчас бывает, скажем так, возможности и доступа к карьерной лестнице. И это, в свою очередь, определенным образом маргинализует эту саму молодежь и, в общем-то, приводит к тем последствиям, которым мы видим. То есть, получается, все равно первоначально человека кто-то обидел, и он после этого становится агрессивным. То есть, агрессия порождает, в общем-то, агрессию. Она сначала не такая прямая и жесткая. Ну, здесь надо смотреть, потому что, в общем-то, вот недовольство, недовольство, оно постепенно может вызвать агрессию. А вот если мы говорим об агрессии, следующее действие – это насилие. Вот здесь очень важно смотреть, является ли агрессия, в общем-то, выходом насилия. Потому что человек, может быть, агрессивно себя ведет, но вместе с тем он не будет причинять вред имущественный, там, физический, лицу, который вызывает эту агрессию. Но если, вот, соответственно, вот это социальное табуирование, система социального табуирования, что можно, что нельзя в обществе, она смещена, у человека полностью отсутствует. Соответственно, безусловно, мы будем видеть все больше и больше то количество каких-то вот резонансных дел и вот этих вот… У нас есть звонок, послушаем, что нам говорит наш зритель. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я вот, я пенсионер, Николай Федорович мне живу, мне уже много лет. Вот, я иду, вот, молодежь сейчас ведет, ну, и сделаю замечание. Нельзя так. Так вместо того, чтобы это, они того меня, вот, то есть до крови избили, никто не вмешался. И кто, как вот после этого делать какие-то замечания, надо проходить, не обращать внимания на эту агрессию. Ну, как не обращать, если обратил, так мне же так избили, что я потом просто и зарекся, это делать замечание. Ой, спасибо вам за звонок, но вот это тоже, да? Спасибо большое. Вот, знаете, вот мне приятно, что подобные звонки. Я хочу выразить вам большое спасибо за то, что вы сделали это замечание. Вот так получилось, что, к сожалению, это привело к негативным последствиям. Конечно, нельзя проходить мимо наглости, мимо хамства. Но, действительно, у нас, наверное, сейчас такая система, что вот мы стали друг другу, человек друг другу волк. Потому что, вот, знаете, даже если обратить внимание, понятно, вот это неприятный случай. Ведь прохожие наверняка были, могли заступиться, могли разогнать, вызвать милицию, еще что-то. Вот, понимаете, вот привожу такой пример по поводу, вот, знаете, агрессии, агрессии. Но ведь еще ведь мы стали менее друг другу терпимы, менее добры. То есть мы проходим мимо чужой боли, чужого горя. Вот пример буквально недавно вот случился в Воронеже. Вот такой, знаете, вот он, может быть, тоже связан отчасти с агрессией, отчасти с вот этим равнодушием, который у нас в обществе все в большей степени. Это одна из девушек возвращалась домой и видит, что лежит, соответственно, человек на лавочке. Ну, знаете, ну, может, напился, как всегда. То есть что мы будем вызывать? Скоро. Да и скоро приедет, там он не заберет. В итоге она поднимается домой к себе и ждет отца. Ждет час, ждет два, ждет три. Его нет. Нет, спускается вниз и смотрит, что в том человеке, который лежит на лавочке, в котором она не узнала, лежит ее отец. И одежда, почему она не узнала? Потому что отцу стало плохо, он пошел в рабочей одежде домой. И, соответственно, вот такая вот ситуация. Вот это вот неравнодушие, которое мы должны все-таки проявлять. И терпимость, которую мы должны друг к другу, в общем-то, соблюдать. И это вот тоже, как бы, элемент, который позволяет нам снижать вот эту вот агрессию. И вот, конечно, взаимоотношения между молодежью и старшим поколением, я хочу сразу сказать, что молодежь далеко не вся такая, которая мы говорим. Да, она у нас разная абсолютно. То есть я, например, честно вам скажу, вот без обид, я сталкивался и со случаями агрессии со стороны людей старшего поколения к молодым гражданам, когда они вообще никаким образом не провоцировали. Вот это, знаете, внутренняя вот какая-то вот нетерпимость, она, конечно, наша всеобщая. Она действительно нам дает не самые лучшие и не самые, скажем так, приятные вещи. Алексей, ну еще звонок есть. Послушаем. Добрый день. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, в чем же заключается государство молодежной политики, связанное с обеспечением занятости, социальной адаптации и, значит, возможности получения доступа, ну, ко всем, так сказать, в условиях антисоциального государства. И неравенство, коррупция, взятки, поборы никогда не беспредел от милиции, как выше. Ну, понятно. Спасибо большое за вопрос. По последним вопросам молодежи, проблемы труда и занятости и трудоустройства являются основополагающими среди молодежи, потому что молодежь не уверена в завтрашнем дне. Но здесь еще, знаете, ведь многое зависит и от самой молодежи. Вот если мы сейчас посмотрим, куда молодежь поступала по итогам вот этой приемной кампании, опять мы видим огромное количество менеджеров, опять мы видим огромное количество юристов, экономистов. Но ведь нужно тоже осознавать, что данные профессии в настоящий момент, они не в той мере востребованы, насколько у нас молодежь их выбирает. И поэтому, конечно, завершая, скажем, обучение по специальностям, избыток специалистов, по которым на рынке велико, то человек не может трудоустроиться. Это вполне естественный вариант. Конечно, здесь надо смотреть на то, чтобы, в общем-то, при выборе той или иной будущей профессии, нужно то, что будет востребовано. То есть, внимательно смотреть на это. Это рабочие специальности. Но рабочие специальности у нас, опять же, в 90-е, 2000-е годы, они стали абсолютно непрестижными. Вот если мы возьмем советское время, вот смотришь фильмы, действительно, человек труда, это был уважаемый человек, прежде всего, были целые семейные династии. А сейчас, если мы посмотрим, опять же, сериалы, которые формируют, в общем-то, определенные ценности, федеральные какие-то вещи, то мы видим, что это банкиры, юристы, все разъезжают, чиновники, полицейские, на крутых автомобилях. Вот, кстати, даже по полицейским, тоже ведь, знаете, очень обидно бывает, я сталкиваюсь с органами МВД регулярно, сколько там талантливых, честных людей работают. Ну, вот я вот включаю какие-то сериалы, смотрю, ну, вот везде они, либо там на работе пьют, либо они там курят, либо они везде взятки берут. Хорошо, да, Алексей, а вот есть политика государства в области того, чтобы молодежи дать как-то все равно помочь ей выбраться на хорошую дорогу? Ну, на самом деле, конечно, подобные проекты есть, это есть и, соответственно, в рамках законов определенные программы, которые позволяют молодежи, в общем-то, социализироваться. Но здесь надо, не надо забывать о том, что государство лишь создает условия, исходя из стратеги государственной молодежной политики. Но то, каким молодой человек станет и будет ли он хорошим специалистом, будет ли он реально стараться работать и достичь профессиональных высот, это зависит, безусловно, от него самого еще, на многом. Ну да, то есть, в общем-то, человеку самому надо думать. Ну, самому, безусловно, конечно, но государство в любом случае должно вот наиболее социально активных ребят создавать, вот опять же, те самые пресловутые социальные лифты, которые позволяют им, в общем-то, включаться в социально-экономические преобразования. Нужно создавать кадровые молодежные резервы региональные. А еще главное, на что мы должны обратить внимание, должна быть региональная политика в сфере государственной молодежной политики в нашем регионе. Потому что главная задача, чтобы ребята не уезжали из муниципальных образований, чтобы они видели перспективу. И вот здесь молодежная политика должна идти в муниципальное образование. Вот именно там соль земли. Ну, мы немножко отвлеклись от главной темы сегодня. Напомню, что у нас сегодня опрос. Какие люди вокруг вас больше агрессивны, больше добрые или вы об этом не задумывались? Пожалуйста, звоните, мы прервемся на две минуты на рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Точка зрения». Напомню, сегодня наш гость Алексей Бугаков, руководитель Центра региональной политики и социальных инноваций. Мы говорим об агрессии, как ее предотвратить и как не стать, может быть, жертвой агрессии. Ну, она обычно, вот человек утром просыпается, как я понимаю, у него либо все хорошо, либо что-то его испортило дома или при дороге на работу, в школу. Но как можно вообще себя самого? Человек сам должен себя контролировать или кто-то ему должен помочь? Ну, здесь нужно смотреть, является ли, потому что, ну, безусловно, как бы с плохим настроением, скажем так, с какими-то сложностями сталкивается каждый человек. Вопрос только, как он их переживает. Есть ли у него определенные моменты, которые позволяют опыт переживать эти сложные ситуации. Безусловно, конечно, свою агрессивность не нужно направлять на окружающих и близких. Потому что ведь, будем с вами честными, по частной и большей степени агрессии, это не столько, наверное, социальные, не учитывая эти резонансные дела, сколько очень большое количество агрессии в семьях. Последние исследования показывают, что около 60% российских семей сталкиваются со случаями агрессии, при том, что это и драки какие-то, и, соответственно, это рукоприкладство. Это тоже очень важно. Хотя, по-моему, потом не надо забывать о том, что в семье формируются те ценности взаимоотношений между мужчиной и женщиной, отношения к людям старшего поколения. Ребенок все это видит. И, в общем-то, копируя эту модель поведения, которая у него распространена в семье, подчас переносит свою собственную семью. Это действительно тоже большая проблема, когда мы говорим о том, что нужно сделать прежде всего. Это нужно увеличивать, ну или даже не увеличивать, а повышать роль семьи в нашем обществе и формировать немножко другие ценности, конечно, не то, что сейчас. Ну, это семья может формировать, а еще кто, что, какие-то вот, может быть, людей надо... Ведь в школе не учат владеть собой. Ну, в общем-то, да, в свое время как бы был проект медиативных техник, то есть медиация, искусство разрешения конфликтов, то есть это самое... во многих образовательных учреждениях были психологи, которые работали с подростками, потому что, опять же, нужно смотреть на возрастные особенности, которые также есть там с 12 до 16 лет, период отрицания-отрицания, когда, в общем-то, подростки всем недовольны, пытаются, в общем-то, сформировать свое собственное «я» в отношениях, то есть показать, что они из себя представляют. Конечно, здесь, безусловно, очень серьезная роль и учителей, и педагогического состава, которые должны, в общем-то, сами со своей стороны, в общем-то, не проявлять акты агрессии в отношении детей, потому что мы часто смотрим случаи тогда, когда дети там, в общем-то, избили кого-то друг друга, там, то есть вот недавно был случай, когда избили девушки-одноклассницы-инвалиды первой группы, то есть ужасно. Но ведь подчас и учителя позволяют себе те вещи, которые не должны позволять. Они начинают кричать, они начинают оскорблять. Вот это тоже как бы есть, не все, конечно, безусловно, но это тоже есть элемент, который, в свою очередь, передает элемент социальной нормы, социального поведения, отстаивания своих собственных прав, потому что, ну, учитель, например, на ребенка накричал, ребенок, в свою очередь, где-то что-то вот так промолчал, но ведь этот вот негатив остался, он пришел, вышел на перемену, либо соседу там, это самое, однокласснику там ударил, либо домой пришел, соответственно, там, накричал на бабушку, потому что наиболее как бы слабые. Ну, самые не так слабые. Да, то есть как бы диссонаж, то есть мы накапливаем, 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 а потом раз, и вот прорывает, и у нас не совсем адекватная подчас реакция бывает. На работе очень часто, например, там, накрутили нас, начальнику не всегда мы можем ответить взаимностью на какие-то определенные моменты, а домой пришли, близкие это люди в наименьшей степени защищены, мы всегда для себя думаем, они нас поймут, и мы раз, и полкана спустили. То есть, ну, конечно, это тоже не самый лучший вариант. Поэтому, вот честно скажу, вот сколько я работаю, с 2001 года у меня педагогический стаж, в общей сложности получается уже 12 лет, я никогда себе не позволял, это знают все мои ученики, все мои студенты на кого-то кричать, я никогда себе не позволял, скажем так, оскорблять кого-либо. Послушаем звонок еще один, да, хорошо. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста, говорите, да, вы в эфире. У меня вот такой вопрос к вам. Нельзя ли вот запретить движение, ограничить как-то вот в наших дворах? Часто их благоустраивает. Водитель очень агрессивный, если делаешь замечание. С детьми пройти невозможно. Предложение передадут? Я думаю, да, мы это предложение, конечно, безусловно, передадим в администрацию города. Конечно, сейчас с автомобилистами тоже, знаете, парадоксальная ситуация, вот как социальный индикатор, сейчас ремонтируют улицу недельную, вот то у нас водители вот всю весну кричали, вот у нас там дороги никакие, там разбиты. Сейчас начали делать ремонт. И опять же, недовольны, агрессия, вот, все перегородили, проехать нельзя. То есть вот это, знаете, латентное, вот это вот постоянное систематическое какое-то недовольство всем, вот чтобы как бы власть не делала, чтобы мы все не делали. И всегда будут недовольны, это всегда будут недовольны. Почему? Потому что эгоцентризм. Только я главный, остальные все второстепенные. И вот это, конечно, тоже является одной из причин вот этой вот агрессии. Алексей, а вот скажите, может быть, есть мнение или опросы социологов. В России вообще злоба, агрессии, вообще таких вот негативных всплесков в поведении людей сейчас больше, чем в Европе? Хотя мы там тоже слышим, там то погромы, то митинги, то просто... Ну, если брать, например, как бы серьезные исследования, то они говорят нам о том, что, в общем-то, в Европе уровень агрессивного поведения по отношению друг к другу, опять же, ну, ниже все-таки. Потому что проблема, которая сталкивается сейчас весь мир, это вот нетерпимое отношение акта агрессии. Это связано с национальными какими-то вопросами. Это к мигрантам отношение, соответственно. Это вот, опять же, смешение ценностей, опять же, там западная цивилизация, восточная. То есть, как бы уклады традиционный менталитет, глобализация, уход, собственно, самоидентичность, то есть размывание собственной самоидентичности. Все это, как бы, знаете, такие вот камешки, из которых состоит, в общем-то, фундамент. Вот этой вот агрессии. За последнее время данные показывают, что у нас в России уровень агрессии возрастает. В среднем на 2%. На 2% это, скажем так, открытые проявления. Когда люди могут по опросам говорить, да, вот я сталкивался с вот этими явлениями. Но, опять же, не надо забывать о том, о чем говорили. Латентная очень много агрессии. А вот это исследование практически не проводится. Очень сложно все это сделать. Да, у нас, скажем, более нетерпимо по отношению мы друг к другу. Да, в Европе, скажем, если какие-то акты агрессии, они больше относятся к органам власти, отставиванию своих прав определенных. А у нас отставивание собственного «я» подчас. И это вот в этом разница очень серьезная между Востоком, например, и Западом, и Россией. Потому что, к сожалению, я еще раз говорю, мы стали более нетерпимы друг к другу. Мы реагируем неадекватно на замечания. Ведь что такое замечание? Знаете, человек прошел, вот как наш уважаемый звонивший, и он остался неравнодушен, он понимает, что это неправильно. Но вот мы вот это вот неправильно, кто-то нам... И он не смог промолчать. И он не смог промолчать, да, это самое. А мы вот ему раз, и почему? Потому что, вы знаете, это только подонки самоутверждаются за счет слабых. Ведь акты агрессии, это всегда, грубо говоря, внутренний какой-то комплекс несостоятельности. Вот для того, чтобы его скрыть, оно нужно показать демонстративное поведение, агрессивное поведение. То есть это, знаете, от внутренней какой-то скудости определенной. Это вот действительно очень большая проблема. Потому что, ну, агрессия, она может по-разному. Вот сейчас мы с вами эфир ТВК запишем, разместим на одном из сайтов, посмотришь комментарии. Ну, в принципе, вместо того, чтобы что-то конструктивное предложить, ну и пошло поливание. Это тоже элемент, в общем-то, определенной агрессии. Вот это сидеть из-под тяжка что-то там строчить. Ну, то есть негатив выплескивает в рощи, чем добавить. Да, да, негатив, конечно, да. Да, потому что вот этим недовольны, вот эта власть не сделала. Это вот, ну, возьми да подмети, возьмите, сделайте субботник, еще что-то. Мы сейчас как бы в городе Соса как бы делаем Советы общественного самоуправления. Там, где хотят люди действительно обустроить свою жизнь, там действительно происходят коренные улучшения. Но нужно начинать, прежде всего, с самих себя. Потому что подчас мы в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Мы вот прощаем себе какие-то акты агрессии, но малейшее где-то в чем-то как-то. Вот другому человеку мы это простить не можем. Вот замечание, ну, это нормально, на самом деле, но вот... Ну, у нас еще агрессия бывает все-таки не только как бы вот бытовая на уровне. Ты, меня обидел, я тебя. А есть вот еще всплески такие, ну, вот они скорее, наверное, может, национальные или все-таки по каким-то, может, политическим мотивам там или по социальным. За этим все-таки как-то, наверное, нет пока способов этого предупредить или отследить заранее. Или есть? Ну, я так всегда говорю о том, что задача власти не в том, чтобы уже гасить какие-то проблемы, а задача власти сделать так, чтобы этих проблем не допускать. Поэтому, конечно, какие-то моменты агрессии социальные, они присутствуют, это и на политическом уровне. Вопрос только в том, чтобы это все проходило в рамках определенных законодательных моментов. Потому что подчас ведь это есть и провокаторы, есть и хулиганы, и ведут себя, соответственно, не в рамках законов. Это тоже с этим, конечно, нужно очень жестко пресекать. Ну, власть отгородилась, ну, в смысле не отгородилась, власть поставила такие метки, куда нельзя заходить. Это экстремизм, это еще что-то. Ну, это очень условные, как бы, на мой взгляд, как бы вот эти вот индикаторы. То есть, потому что, ну, вот это можно, это нельзя. То есть, там тоже расплычатые довольно формулировки. Я всегда говорю, даже если расплычатые формулировки, законы должны соблюдать всегда. Это факт. Власть немножко сейчас, конечно, побаивается. Она побаивается вот всплесков агрессии, это вполне естественно. Потому что агрессия имеет такое свойство, что она, когда начинает изливаться, она не всегда контролируема. Потому что, ну, вот иногда думаешь и смотришь, вот избивают ветерана войны. Ну, какую адекватность нужно вообще иметь? То есть, ты причиняешь человеку телесные повреждения, зная, как это больно, видя, что перед тобой лежит, соответственно, беспомощный человек. То есть, они потом задают им вопрос, почему так? Ну, вот не смог себя сдержать. Ну, что это такое, не смог себя сдержать? Ты что, извините, в лесу родился? Ну, может быть, власти надо дать возможность людям хотя бы легальными способами, на выборах. Вот сейчас обсуждается предложение, ну, вернее, оно только внесено, опять вернуть строчку против всех. Это же тоже некий такой протест, а нас его тогда решили. Ну, это, знаете, такой своеобразный индикатор. Я ведь, вспомните, наши эфиры, я выступал резко против того, чтобы убирали эту строчку, потому что, когда человек голосует против всех, это указывает о том, что в данном политическом спектре нет той силы, которая выражает его интересы. Если, соответственно, большое количество голосует против всех среди пришедших, это значит, что это служит определенным индикатором того, что необходимо трансформировать политическую систему на этом этапе. И поэтому, безусловно, то, что сейчас, если это действительно вернется, я думаю, это будет полезно. Вот опрос, подведем итог, звонков не так много, но зато они очень распределились конкретно. Больше агрессивных людей считает большинство наших зрителей, 54 звонка, и больше добрые 8, 6 раз. Ну, как вы считаете? Мне кажется, все-таки... Ну, вот я так скажу, как бы не хотелось бы завершать эфир на пессимистичной ноте. На самом деле, вот последние данные показывают о том, что наши люди все-таки они добросердечны, и объемы средств, которые они направляют на помощь другим, попавшим в беду, они действительно год от года увеличиваются. И наши люди готовы пожертвовать собой, независимо ни от чего. Вот я всегда привожу пример, знаете, очень интересно, мониторинг СМИ провел. У нас в Нижегородской области произошла вот эта страшная трагедия тогда, когда погибли в геронтологическом центре, соответственно, пожилые люди. Вы знаете, и вот во большинстве написано, вот как же, вот, знаете, такое чувство цинизма определенного. Вот там погибла санитарка, погибла санитарка. Знаете, даже нигде не указана фамилия и имя этого человека, который ценой своей жизни спасал людей. То есть, в общем-то, который работал там тоже за минимальные средства. Но вместе с тем, вот, когда мы говорим, в чем проблема, например, агрессии, то, что нет вот этого национального героя, на которого можно было бы посмотреть, сказать, я хочу быть таким, как он. Вот Юлия Ануфриева, которая эта санитарка помогала этим людям, вот, на мой взгляд, это действительно герой России, на которую мы должны ориентироваться. И вот как раз задача государства, чтобы подобных героев, наверное, мы все-таки их не забывали, и чтобы не звезды шоу-бизнеса у нас формировали те ценности, которые, в общем-то, будут доминирующими в нашем обществе. Спасибо, Алексей, за то, что, в общем, подготовились, ответили на эти вопросы. Может быть, кому-то это было тоже достаточно интересно и познавательно. Это была точка зрения Алексея Бугакова. Мы говорили об агрессии и доброте в нашей жизни. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова